МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города. Обзор за неделю. В студии Елена Воротягина. Здравствуйте. В начале выпуска о некоторых темах. 100 тысяч рублей как награда за труд. Школьные педагоги готовятся к борьбе за гранты. Первые ясли откроются в ноябрьске. Самые маленькие ребятишки смогут пойти в детсад в сентябре. Набор желающих уже открыт. Едва не завалило. С наступлением тепла дома стали сбрасывать с себя снежные шубы. Лечение без боли и страха. В городской стоматологии пациенты дышат волшебным газом. И с любовью к пользователям подведены итоги фотоконкурса ЛАВИС, который проходил в наших официальных группах ВКонтакте и Одноклассниках. Губернатор округа Дмитрий Кобылкин на этой неделе провел заседание правительства Ямала, на котором были подведены итоги работы за 2013 год. Главе региона представили информацию о положении дел в экономике, образовании, науке и инновациях в сфере международных отношений и по иным направлениям деятельности. Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что в непростом меняющемся мире успех страны зависит от эффективности работы каждого отдельного руководителя. Общий успех государства зависит от эффективности каждого элемента комплексной системы управления. На нас лежит большая ответственность. Сегодняшние реалии требуют от нас мобилизации всех ресурсов. По каждому из направлений на каждом рабочем месте требуется ответственность и эффективность. По мере развития региона вопросов у населения не становится меньше, и эти вопросы меняются качественно. Это чувствуется при встречах с людьми. Наша задача – решать проблемы населения, отвечать на все вопросы, какими бы сложными они ни были. Рейтинг влияния главсубъектов Российской Федерации в феврале 2014 года опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин оказался на 18 месте. Тем не менее, глава нашего региона остается в ТОП-20 в зоне очень сильного влияния. Экспертный опрос проводился методом закрытого анкетирования. В феврале 2014 года в нем приняли участие 16 экспертов – политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты. В ноябрьске, наконец, появится ясельная группа. Откроется она уже осенью. Эта группа станет первой, подобной на Ямале, пока ни в одном из муниципалитетов региона малыши в возрасте от года до полутора лет не могут посещать дошкольные учреждения. По данным специалистов городской администрации, сегодня 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет посещают детские сады. А вот из числа ноябрьских малышей, которым 3 лет не исполнилось, дошкольные образования получают только треть. В связи с этим решено с 1 сентября открыть группу дневного пребывания для ребят от года до полутора лет. Группа должна появиться на базе детского сада «Синегласка». Однако, по данным пресс-центра администрации города, если к концу лета будет сдан новый садик в районе городского отдела полиции, тогда маленьких ноябрянцев будут ждать там. Набор в ясельную группу уже начался. Подать заявление можно в департаменте образования в 245-м кабинете. Ученики 9-х классов, не сдавшие так называемый ГИА, будут оставлены на второй год. Такое заявление в среду сделал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России Сергей Кравцов. И вот, что он сказал в частности. С этого года государственная итоговая аттестация учеников 9-х классов входит в штатный режим. Весной в ней примут участие порядка 1,3 миллиона человек. Обязательные предметы – русский язык и математика. Без их успешной сдачи аттестат об окончании основной школы не получить. Поэтому ни в 10-й класс, ни в профтехучилища таких учеников принять не смогут. Учителя городских школ готовятся к конкурсу на получение премии президента и губернатора. Состязания педагогов проводятся ежегодно в рамках приоритетного национального проекта образования. В тонкостях отбора участников разбиралась Юлия Маскалик. В этом году о своем желании участвовать в конкурсе заявили 13 педагогов из 7 школ. Сейчас идет подготовка к муниципальному этапу, на котором претенденты представят свои достижения за последние 3,5 года. Сначала проходит муниципальный этап. На муниципальном этапе, который пройдет уже с 19 марта начнется до 28 марта, из 13 человек 10 будут отобраны на следующий этап региональный. Две коллеги Елена Мудла и Елена Гергель представляют на конкурсе гимназию номер один. Учитель математики и геометрии старших классов Елена Мудла отдала своему делу уже 23 года. И сейчас она не только успешный педагог, но и эксперт регионального уровня по проверке ЕГЭ и Всероссийской Олимпиады школьников. Очень радует то, что в физико-математический профиль пришли те дети, которые знают, что математика им будет полезна в будущем. Поэтому моя задача как учителя математики помочь им достичь этих целей. Это не только ведение уроков и решение задач, доказательства теорем, но а также им предоставляется возможность помимо школьного изучения предмета, еще и изучить предмет углубленно. А вот Елена Гергер работает с самыми маленькими школьниками, с учениками начальных классов. Ее воспитанники занимаются по программе СИРС – системе интенсивного развития способностей. Особенность программы в том, что ребят ни с кем не сравнивают, они самостоятельно отслеживают свои результаты и анализируют достижения. Делая это при помощи задач и тестов, где-то применяя и творческий подход. Или, например, дается такой тренажер, любимый детьми тренажер – анекдоты. То есть дается начало анекдота, детского анекдота, и ребенок должен подобрать окончание, как он считает. Елена Алексеевна ведет и дополнительные уроки по лего-конструированию. Курс знакомит ребят с миром механики и побуждает работать в равной степени и голову, и руки. Своим опытом, который она получает, она щедро делится с окружающими. И все это позволило ей стать руководителем, наверное, городского объединения, городского объединения учителей начальных классов. Гран-губернатора, а это 100 тысяч рублей, получат 26 педагогов округа. Еще пять лучших учителей Ямала получат премию президента России, а это 200 тысяч рублей. Региональный этап конкурса пройдет в апреле, а итоги будут подведены уже этим летом. Юлия Москалек, Александр Иванов, Анатолий Пресич, новости нашего города. Вылечить зубы без страха и боли теперь можно в городской стоматологии. Сюда завезли новое оборудование – аппарат «Стаке» для ксеноновых ингаляций. С его помощью пациент вдыхает в определенной концентрации смесь газов, ксенона и кислорода. Подобные ингаляции в первую очередь актуальны для тех, кто панически боится стоматологического вмешательства. Вдыхание газов воздействует успокаивающе. К тому же многочисленные опыты показали, побочных действий ксенона человека не оказывает. Эффекты, которые возникают после вдыхания ксеноном, в первую очередь это легкое головокружение. Некоторые пациенты начают эйфорию, какое-то удовольствие, сравнимое с легкой степенью опьянения. Появляются какие-то покалывания в конечностях рук, ног. Ну и, в общем, приятное, расслабленное состояние. Пациенты абсолютно не нервничают, успокоены. Он спает, полный релакс и готов к вмешательству. Прорвемся на короткую рекламу и смотрите сразу после нее. Лечение без боли и страха. В городской стоматологии пациенты дышат волшебным газом. И с любовью к пользователям подведены итоги фотоконкурса «Лавыз», который проходил в наших официальных группах ВКонтакте и Одноклассниках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова